Вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают, вон! Всем привет! Меня зовут Настя, вы на канале о вязании. Сегодня хочу рассказать вам про то, какие, наверное, самые любимые свитера и вещи, ну, аксессуары, шапки здесь будут, я связала в 23-м году. На самом деле, вот этот свитер, который сейчас на мне, он прям совсем новенький, свеженький, вышел только что из-под спиц, и он связан, получается, в 24-м году. Но вся душа, которая вложена в него, она, конечно же, приобрела свое начало, еще взяла свое начало в 23-м. Я надела его задом наперед. В 23-м году я придумала какие-то свои, мне кажется, такие свитера, то есть я такого не видела. Примерно я видела похожее что-то у дизайнера Adora Roar, и, собственно, начала тогда фантазировать, начала как-то работать моя фантазия. В 23-м году первый такой странный, можно сказать, свитер я связала, увидев у Adora Roar, ну, можно сказать, практически копию, которую я решила повторить. Я прикреплю картинку, и получается, что для меня, после того, как я видела это на Пинтересте, я подумала, я хочу повторить его прям в копирку, и для меня это был такой эксперимент, где я буду подбирать пряжу, максимально идентичную оригиналу. Понятно, что у Adora Roar свитер связан не вручную, и, конечно же, найти пряжу прям максимально идентичную очень сложно. Но так как разнообразие сейчас пряжи, оно огромное, и можно экспериментировать, что-то мешать, какие-то цвета, то, в принципе, мне кажется, у меня получилось, за исключением жаккардовых рукавов. То есть, жаккардовые рукава, они отличаются. Я сейчас не очень помню, на самом деле, но по картинке будет точно ясно. Леопардовый там, по-моему, есть рукав, а вот этот отличается, но всё равно я пыталась сделать это похоже. Мне очень нравится вот это сочетание цветов. Я признаю, что сама додуматься до такого сочетания цветов я бы вряд ли смогла. И я буквально повторяла даже вот эти вот швы на готовом уже изделии, кстати, которые я потом забываю делать уже на своих свитерах, вот, например, здесь. Мне кажется, здесь классно тоже будет дополнить этот свитер какими-то швами. Это делает его более законченным и как-то целостным, мне кажется. Поэтому я, пожалуй, ещё пофантазирую вот с этим красавчиком. Вот. И дальше, после вот этого первого свитера, я сделала уже в своей цветовой гамме, то есть в гамме, которую мне... Я подумала, я попробую сама пофантазировать. И повторила и сделала вот этот свитер. Тоже здесь есть леопардовый рукав. И здесь есть вот такой жаккардовый рукав с... Не знаю, звёзды, снежинки, цветы, что угодно, в общем. Что-то такое, жаккардовый какой-то такой узор. И, честно говоря, конечно, по цветам, мне кажется, выигрывает вот этот. Хотя тут, я думаю, на вкус и цвет. Вот. В общем, когда у меня появилось в копилке два вот этих свитера, и я поняла, как их вязать, я сняла мастер-класс по этим свитерам. Свитер называется... Мастер-класс называется у меня на сайте «Витражи». Поэтому, если вам это интересно, заходите ко мне на сайт. Там очень много разных мастер-классов и в формате PDF, и в видеоформате, и очень много бесплатных мастер-классов. Кстати, за то время, что меня не было, а что-то у меня долго не было на YouTube, у меня просто взлетело видео про персидскую плитку. Оно набрало там больше ста тысяч просмотров и принесло мне очень много новых подписчиков. Поэтому я всех приветствую, новичков, и приветствую и обнимаю старичков, которые меня всегда поддерживают. Я хочу поблагодарить за огромное количество добрых комментариев. Вот. И хочу сказать одну вещь. Вот этот мастер-класс «Персидская плитка», его начали просматривать и в Испании, насколько я поняла по статистике. Очень много иностранных комментариев. И были комментарии про то, что это не моя придумка «Персидская плитка». Вот. Так и есть. Я об этом говорю в самом мастер-классе. Так и есть. Плед «Персидская плитка»… Плед «Персидская плитка»… Я сейчас его достану. Связан плед «Персидская плитка» крючком. И я точно так же увидела на Пинтерест впервые картинку этого пледа. Увидев, я подумала «О, офигенно!» И я не знаю, как вязать эти мотивы. Я хочу, пожалуй, повторить его. Я начала искать информацию. Информации я нашла очень мало. То есть, такого прям полноценного мастер-класса по «Персидской плитке» не было. Я искала какие-то кусочки там разные в интернете. Типа такой мотив, такой мотив. И не было даже какой-то такой конкретной готовой схемы по каждому мотиву. Поэтому полностью составная вся эта история была мною проделана такая работа, чтобы найти все ответы на возникшие у меня вопросы по созданию этого пледа. И я в процессе вязания решила поделиться этой найденной информацией с вами. Я сделала прям большой такой мастер-класс, подробный, где я, конечно же, неправильно ставлю ударение. Я выложила его на простору интернета с бесплатным доступом, потому что, конечно, это не моя идея. Вот и всё. Но я надеюсь, что сделала это подробно и надеюсь, что никого не обидела, потому что я не покупала ничей мастер-класс и не выкладывала его в открытый доступ. Вот маленькое такое оправдание. Поэтому все, кто смотрел этот мастер-класс и писал огромное количество благодарных комментариев, я всем в ответ также отправляю лучи добра и света и вас точно так же взаимно благодарю. Вот. Плед, конечно же, очень и очень красивый. Итак, дальше я хотела... Давайте отвлечёмся на шапку. В какой-то момент я поняла, что мне вообще очень нравится сочетать вот эти цвета. Они могут быть в каком-то таком летнем варианте, как мне кажется, и в зимнем. Что я имею в виду? Сейчас у меня на спицах шапка вторая вот такая, а есть вот такая. Как мне кажется, вот это летний вариант, а вот это зимний. В целом, если посмотреть, мне кажется, ну что там, просто сочетание цветов, да? Но какие-то преобладающие тёмные тона, какие-то такие хвойные, зелёные, мне навевают мысль о том, что это шапка для зимы, а это шапка для лета. И связав эту шапку, она связана просто суперэлементарно там, просто по прямой, я бы сказала. По прямой связанная шапка полностью лицевыми рядами, то есть на изнанке и на лице мы вяжем лицевыми рядами, и потом с одного края как бы затягиваем так, что здесь образуется вот это вот. Вот это, я не знаю, как это назвать. Шапка вызвала противоречивые отзывы на ютубе, и, конечно, я с этим согласна. Как и мои свитера, это вызывает противоречивые чувства. То есть очень многие, как мне кажется, привыкли к сейчас базовым таким вещам. Я же получаю удовольствие от вязания каких-то ярких, взбалмошных вещей, разноцветных, просто, блин, которые привлекают внимание, и хочется разглядывать. Это касается и свитера, который я там навязала, и шапки. Сейчас вот у меня в работе будет вот такая, мне кажется, она более спокойная. Вот, кстати, видите, она вяжется вот так вот. Здесь 80 петель, просто полностью лицевые ряды. И потом, когда я ее свяжу, вот с одного края, вот здесь я буду затягивать. А здесь у меня будут вот эти подвороты, собственно, для шапки. Вот, поэтому суперлегкое исполнение. Итак, что ж, потом я начала хотеть связать что-то свое после свитера Adora Rora. Мне захотелось попробовать какой-то такой лоскутный вариант, в котором я сейчас сижу. И у меня было несколько работ. Многие у меня улетели на продажу. Я даже не успела толком по-нормальному заснять, что-то в Инстаграме показывала. Но один из свитеров, вот этот, это Сережин свитер, он для меня просто воплощением офигенного сочетания цветов. Если вот в этом свитере я не могу сказать, что супер довольна собственным подбором цвета, то вот здесь мне очень нравится, как у меня получилось сочетать цвета. Это какие-то такие больше природные, больше хвойные, очень много зеленых. Вообще мне нравится, знаете, брать, например, кучу-кучу разных оттенков зеленого цвета, или что-то с зеленым, или какой-то зеленый меланж, или твит с зелеными вкраплениями, и все объединять в одно. То есть у свитера получается разная фактура, разные цвета, но общая цветовая гамма преобладает. Здесь зеленая, несмотря на то, что, конечно, здесь есть электрик вообще, вот видите, да, синий этот цвет. И все равно он в сочетании с общей зеленой массой очень классно играет. И я просто влюблена в эти свитера. Почти в каждом свитере есть жаккардовая вставка, разрезной здесь жаккард, который я потом обрабатываю на машинке, прямо на швейной машинке, у меня такая старая зингеровская машинка, которая крутится, суперсложно заправляется ниточка. И так, чтобы жаккард разрезной не распускался, я делаю это. Хотя я пыталась смотреть разные видео по разрезному жаккарду, и, честно говоря, сама однажды делала и снимала видео разрезного жаккарда. Но оно, мне кажется, не супер удачное. Вот, все равно края как-то распускаются, мне кажется, если их не обработать машинкой. Вот, поэтому сейчас на мне моя последняя готовая работа. Выглядит это вот так. Тоже вы видите разные куски. В этом свитере отсутствует жаккардовая вставка, и, мне кажется, ее не хватает. На самом деле, жаккардовый кусочек в этом свитере всегда придает какую-то особую изюминку свитеру. Здесь есть разные края, то есть здесь край один. Вот, резиночкой сделан, сбоку меньшее расстояние. Вот, и получился он вот такой. Мне очень нравится здесь красный рукав. Это малобрига. И, опять же, вот этот синий электрик. Я не боялась делать даже, мне кажется, немножко разную длину рукавов. То есть, ну, она буквально там на чуть-чуть отличается, но все равно здесь длинная, да, резинка, здесь резинка короткая. И, может быть, они даже немножко отличаются. В общем, все эти свитера – это такой эксперимент 23-го года, который перешел в 24-й год. И мне это очень нравится. Я хочу поблагодарить вас за то, что всегда ждете меня на моем канале, который я так редко веду. Простите меня. Вот, спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty, где можно оставить донат и получить какую-то эксклюзивную там подборку разных вдохновляющих идей. Спасибо тем, кто покупает мои мастер-классы. Это сейчас очень сильно значимо для меня, любое такое финансовое вложение. Поэтому всех жду у себя на сайте и надеюсь, что до скорых встреч. До встречи. Пока.